Посмотрите, как Сережа сидит Еле-еле вместился в машину Сегодня это самый маленький тук-тук у нас Третий по счету И мы сейчас едем У нас год три Путешествие на лодке Будем смотреть три храма И встречать заказ И вечером мы сейчас подсветка Будем смотреть храм Наш водила Возьми у меня одну Путешествие начинает Посещать будем три храма Ват Пхан Чуинг Ват Путай Саван Ват Чай Ват Ха Нарам Руиз вокруг Ай-Таи В авторической республике Стоимость путешествия 500 бат Да, заставка для ответа В стоимость 500 бат Входил трансфер из Атека Большая часть Ай-Таи Расположена в пределах острова Образованного тремя реками Чао-Прая Па-Сак И Лок-Бури Размер острова 2,5 на 4,5 километра По приказу монархов Прорыли еще 50 каналов За что город Получил прозвище Восточная Венеция Купцы из Европы Провозгласили Ай-Таи Лучшим городом Который они когда-либо видели Лодочная прогулка Вокруг исторического острова Обеспечивает нам более благоприятный способ Увидеть некоторые из самых известных храмов Ай-Таи Мы наслаждались речным бризом Смотрели, наблюдали повседневную жизнь местных жителей И увидели знаменитые буддийские храмы Бирманцы торгились в Ай-Таи В 1767 году И почти полностью сожгли город И сравняли его с землей Сегодня лишь немногие руины Дают представление О впечатляющем городе Билеты не дают Билеты 20 бат стоит Будете стукать? Будете стукать? Тихо Совсем тихо Боишься распугать всех? Государство вело торговлю По всему миру С Китаем, Явой, Малайзией, Индией, Японией, Европой Процветали искусство, литература и архитектура Храм Ват Пханан Чуэнг Легенда гласит До периода расцвета Аютая Тайский король по имени Хра Чао Сай Напхунг Просит императора Китая Жены его дочь Когда она приплыла на лодке из Китая Короля не оказалось Чтобы ее приветствовать У нее было разбито сердце Она ждала в течение долгого времени Но король так и не появился И она убила себя Король был очень расстроен И он построил на месте ее кремации храм Для того, чтобы душа ее обрела покой И он назвал храм Ват Пханан Чуэнг Ват Пханан Чуэнг находится крупнейшая И старейшая в Аютае статуя Будды Слепленная из кирпича и известкового раствора Из летописей известно Что когда бирманцы захватили Аютаю Из глаз Будды потекли слезы Статуя шириной 14 метров От колена до колена И 19 метров высотой Вместе с украшением на голове Этот храм Очень почитаем тайцами И они не упускают возможность Поклониться образу Будды И получить предсказание Смотрите, сколько рыб Тур на длиннохвостой лодке Вокруг Аютая Занимает около двух часов С остановками по 20-30 минут В трех храмах Тур по рекам Проводится против часовой стрелки Храм Пхутай Саван Или монастырь Буддийского царства Расположен на южной берегу реки Чао Прая Храм был построен в 14 веке Королем Рамхатхи Боди Основателем Аютая На том месте, где он жил До создания столицы на острове Храм, вероятно, был построен Большим количеством Порабощенных кмерских жителей Насильственно переселенных Из Ангкора Аютая в то время Монастырь был одним из первых построенных храмов И имел проповеднический зал И большой святой реликварий Памятник королю Рамхатхи Боди I Королю Нариусан Королю Иката Сарот И другим правителям Аютаи Можно увидеть рядом с храмом В путешествии на лодке Можно наблюдать Другой исторический памятник Церковь Святого Иосифа Католическую церковь Построенную французами В 17 веке Царствование короля На Рай Великого Отмечена кульминация Отношений королевства С Европой В этот период Французы обратились К монарху С просьбой дать им возможность Построить здесь Католическую церковь Во время рассвета В Аютхое Было три королевских дворца 375 храмов 29 укрепленных фортов Число городских ворот Составляло 94 В городе проживало Более миллиона человек Было немало иностранцев Французов, португальцев, японцев Голландцев и англичан Ватчай Ватханарам Один из самых внушительных И прекрасных Древних буддийских монастырей Который был построен Королем Прасатом Тунгом Первый год его правления В 1630 году Храм расположен На внешнем берегу Реки Чаупрая И ориентирован Перпендикулярно к реке Прасат Тунг Вероятно, построил храм По трем причинам Во-первых, он служил Подходящим памятником Для его матери Прах, который был Погребен в двух зубчатых Квадратных чедесах На восточной стороне участка Во-вторых, по словам Ученых того времени Храм функционировал Как волшебная модель Вселенной Представляя королевству Символ пригодности Царя для управления Наконец, его Намеренный дизайн В каббоджийском стиле Послужил ознаменованием Побед короля Над Камбоджей Одна из легенд Гласит, что Буддийские монахи Предсказали уничтожение Аютхая В конце буддийского Тысячелетия Если не будет Накоплено Достаточно заслуг Поэтому король Прасад Тун Начал масштабную Кампанию По строительству И реновации Храмов По всему городу Независимо от причины Возвращение К мерзкого стиля Бранд Ознаменовал Новую эру Архитектуры Ваютая Этот храм Состоит из Главного Пранга Башня К мерзкого Типа И четырех Меньших Прангов Все стоят На одном Фундаменте И окружены Восьмью Меньшими Прангами И галереей Вдоль Галереи Располагалось Сто двадцать Покрытых Золотом Статуи Будд В честь Победы Над Мара Дьяволицей Двенадцать Коронованных Статуи Будд Окружены Восьмью Меньшими Прангами Потолок Каждого Алькова Каждого Пранга Был сделан Из древесины И был Украшен Позолоченными Звездообразными Узорами 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 Комментар Узорами Всего До новых Встреч Узорами Узорами Узорами